За три дня до срочного голосования, по данным ЦИК, явка избирателей составила свыше 24%. Цифра впечатляет. Отдать свой голос заранее можно сегодня и в субботу, 24 февраля. В воскресенье, напомним, участки будут работать с 8 до 20 часов. Около двух ночи 26 числа огласят предварительные результаты. Директору Таима вручили премию «Человек года Могилёвщины». Почётное звание в номинации «Производственная деятельность» Алексея Луценко присвоено по итогам работы за 2023. Вручение награды прошло на торжественной церемонии подведения итогов социально-экономического развития Могилёвской области. Среди победителей конкурса 15 самых ярких представителей региона. В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых сил. В Бобруське прошёл митинг и возложение венков и цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова и братской могиле воинов Советской армии погибших в годы Великой Отечественной войны. Искреннее поздравление принимают те, кто стоит на страже мира, нашей безопасности и семейного благополучия. В Беларуси заработал первый отечественный маркетплейс. Его запустили на базе известного онлайн-дискаунтера. Юрлица ИИП вправе самостоятельно определять ассортимент, стоимость и скорость доставки. За основу работы взят опыт других подобных площадок. Товары можно заказать в любой уголок страны. Забрать их можно будет в пункте самовывоза или получить на дом. В сквере напротив драм-театра установили лавочки в виде музыкальных инструментов. Новые арт-объекты – проект Бобручанки Кристины Лещенко, которая победила на ежегодном городском смотр-конкурсе «Молодёжный взгляд. Битва идей». По задумке автора, элементы преобразят историческую часть старого города, а парк станет местом притяжения и фотосессий. К необычным лавочкам вскоре добавятся садовые скульптуры в виде человеческих фигур.